Всем привет! Завезли нам новый патч. Давайте смотреть, что нового. У нас тут Broken Space и Героек Миракл. Долгожданные. Так, смотрите. По Broken Space. Вот здесь я за этот ивент и говорил, что здесь очень много донатить нужно. Вот, видите, здесь за первые три места вам дают эксклюзив оранжевые фрагменты. Это единственный, скажем так, ивент, на котором можно получить вот эти эксклюзивные фрагменты. Больше я не встречал за всё время игры. Так, тактика, в принципе, для всех подходит. Значит, смотрите. Первое это на золото босс. Второе это на пыль. И третье это на монстров. То есть, там падают эти, ну, валюта для развития оборотней. Вот. В чём прикол? За каждого полностью убитого босса мы получаем там какую-то повышенную награду. Ну, то есть, чисто за убийство. По мере убийства мы получаем и за убийство. Вот. И первые эти боссы, они довольно-таки все лёгкие. И я советую убивать сначала всех первых, а потом уже фармить каких-то вторых. Ну, уже там то, что вам нужно больше. Вот. То есть, смотрите, как это выглядит. Я нападаю на первого. Я не знаю, сколько мне там понадобится сейчас. Давайте вот так попробуем. Да, вот. Я убил босса, смотрите, первого полностью. Вот. И мне дали 10 миллионов золота за него. То есть, я там потратил фигню вообще. Там три или сколько там вот этих штук. Ивантовских. Так, давайте здесь всё получим. Точно так же и с остальными делаем. То есть, на пыль я хочу ещё убить. Ага, вот остался, видите, один. Вот. На пыль убили босса. И нам дают 2000 пыли. Ну, и там по мере... С каждым следующим боссом там будет повышенная награда. Так. На этих... На оборотней я убивать не буду, потому что у меня уже прокачаны на максимум два оборотня. И, ну, я даже не знаю, кого следующего качать. Как бы мне одного хватает даже. Я не знаю, зачем я второго прокачал. В общем, делать нефиг было. Так. Давайте я вам покажу вот впервые, как я прохожу Героя Кмиракова. По какой тактике вообще. И для чего я вам говорил сохранять шарды. Значит, нам здесь нужно сделать... Ну, тут стандартное, да, на каждом ивенте. Нужно сделать по три Героя каждой фракции и по два Героя Света и Тьмы. Значит, первое, что я делаю, это я призываю вот здесь наверху. Видите, если у вас накоплено за 100 призывов. Вот. Я призываю этого Героя рандомного. Почему я изначально призываю рандомных Героев? Потому что с этих рандомных Героев мы не знаем, какие фракции там выпадут. И плюс там могут упасть какие-то хорошие Герои. Вот. Поэтому мы сначала рандомным способом призываем Героев всех. Вот. Шарды тоже на рандомных. А потом уже будем добивать 100%-ными там фракциями, которых не будет хватать. Поехали. Ага, у меня места нету. Сейчас. Так, смотрим. Вот это я хороший Герой, Эмили. Все остальное, в принципе, корм. Так, у меня еще два места есть. Давайте посмотрим, что я уже выполнил. Значит, мне Абис. Давайте, знаете, что сделаем? Сделаем... Закрафтим одного Героя, чтобы освободить место. Какого именно? Давайте норму. Сейчас освободим место и допризываем их. Поехали. Еще две. Абис фракции тоже корм. Ничего, в принципе, нормального и стоящего не упало. Так, смотрим. Что нам не хватает? Значит, Альянс, Нежить, ну и Свет-Тьма. Так, давайте я закрафчу сразу. Так, Альянс, Корм, Нежить, Корм, Айдана я не буду делать. Я знаю, что он сейчас в мете, но он мне не нужен. Так, смотрим. Да, ну и мне Свет-Тьма осталось. Значит, Как я делаю Свет-Тьму? Так, смотрите. Я вообще их планировал покрафтить, потому что у меня много... Смотрите, у меня занимает место вот эти на рецепт Героя. У них, видите, много трехзвездочных. То есть мне как минимум по два нужно скрафтить Свет-Тьмы. Так, закрафтил я Героя Света и Тьмы. Вот, смотрите. Героик Миракл я выполнил. На самом деле расстроил приз. Ну, герой тогда смог. Он, в принципе, неплохой герой. Но он мне не нужен. Вот. Я даже не знаю, возможно, его придется скармливать. Но пока, в принципе, у меня проблем с героями темными нету. Поэтому неважно. Какая будет лежать просто. Значит, самое вкусное здесь это арбы для меня. 24 свитка накинули. Неплохо. Давайте посмотрим. У меня уже 79 арбов. То есть мне остался 41 арб, чтобы к следующему ивенту подготовиться. Вот. В принципе, я думаю, что я успею. Да, кстати, я вот решил этого Слиплоса нафиг скормить. Хоть я в него и вбухал кучу денег. Вот он у меня шестизвездочный до сих пор лежит. И я еще, знаете, что хочу проверить? То есть смотрите, я этому Слиплосу прокачал камень. Там, ну, на процентов там 40, не знаю, если в общей сложности это смотреть. И я хочу посмотреть, когда я его сейчас скормлю, сколько оно мне вернет пыли за вот это потраченное. Давайте вместе с вами посмотрим. Так, не понял, оно мне вообще пыли что ли не дало? Да, походу да. Да уж. Ну ладно. Вот у нас девятизвездочный мувор. О, давайте квесты пообновляем. Мне надо словить один семизвездочный квест. чтобы подготовиться к следующему ивенту таверны. Он, кстати, скорее всего будет на следующей неделе, так что записайтесь квестами. Тридцаточка топа упал. Вот, у меня еще с прошлого ивента один квест и мизвездочный так и висит. Вот, никак не могу второй ловить. Вот он у меня на 50 шардов красных, которые мне нафиг не нужны. Как-то так ивент этот в принципе быстро проходится. Вот. Поэтому тут видео долгим не будет. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. можете написать в комментариях, что бы вы хотели увидеть там в моих видео, может быть там не знаю, что-то про что-то не рассказал. Вот. Всем пока. Спасибо за просмотр. Игорь Негода. Продолжение следует...